Рад приветствовать вас на своем канале, с вами снова пока Ору, сегодня у нас на распаковке, немного журнальчиков опять-таки и немного манги, причем новиночки тоже будут. Давайте смотреть сюда, здесь у нас Bocci The Rock, последний вышучий журнал в этом году, а нет, в прошлом году, с обложечкой Bocci The Rock, а также шестой том Bocci The Rock, полное собрание, на данный момент я имею. Ролик тоже надо будет вскоре записать по Bocci The Rock, показать вам мангу, обзор в виде гуля, он какой-то тоненький, я не думал, что он будет таким тоненьким, странно, почему. Так, на обложке у нас тяночки из Bocci The Rock, одинокого рокера и идет здесь у нас реклама, давайте расчистим немного здесь место для съемок и смотрим, Bocci The Rock, здесь у нас что, цветные странички и начинается новенькая голова Bocci The Rock, как я понимаю, по рисовке вроде оно. Нет, не оно, гляжи оно, не, не оно. Хотя, постойте, вот у нас Bocci The Rock. Ладно, я не читал мангу, надо будет почитать. В серединке также присутствуют цветные странички и в начале их было где-то 3-4 штучки. Раз, два, ладно, три в общем. Смотрим далее, манга Bocci The Rock, шестой том. Обложка здесь, это не обложка, вот обложка, опять-таки в виде музыкального журнала. Встречают у нас цветные странички, гадняк, Bocci The Rock любит этим нас радовать, даже цветной разворот. Цветных страниц, кстати, в этом издании очень много. Ребята не поскупились и сделали так. К слову, здесь у нас глянцевая бумага. Глянцевая бумага? Или, а нет, меловка. Постойте. Нет, все-таки глянец. Или же меловка? Не, меловка, меловка. К сожалению, в Дору Хидору, примерно в таком же издании, да не, форм-фактор у них один и тот же, не завезли ни одной цветной страницы. Именно из меловки. Все они на офсете. Жалко. Книга прям новенькая, пахнет, а пахнет очень приятно. Не воняет клеем, ничем подобным не пахнет. Новиночки также продолжаются. Дитя Айдола, 13 том, последний из вышедших, самый новенький. Тоже надо будет ее прочитать, сделать обзор. Пока что не могу обещать когда, но я это сделаю. И еще распятие 6, 13 том, 14 тоже едет. 13 томик, годная облушка, задняя облушка. Здесь у нас, ай, цветные страницы нас встречают. Одна страница, ох, царь во дворца, царь во дворца. Вот они раскошелись. Рисовка остается на том же уровне. Я, в принципе, пролистал парочку томов, посмотрел первый там и так далее. Приятная годная рисовочка, читабельная. 13 том, распятие 6 мы пока раскрывать не будем. Мы его раскроем, когда будет полный обзор этой манги, когда я сяду ее читать, когда я буду ее уже вот прям вот взахлеб читать все 13 томов. Не уже 14, может быть, даже до 15 уже дойдет тогда. Так что это позже, облушка годная. И последний на сегодня, это у нас гайдбук. Так, открывайся. Магическая битва. Магическая битва сейчас проживает самые свои лучшие времена. И азбука ее печатает, и в Америке начали выпускать этот английский гайдбук. Вроде уже выпустили. Также 25 том выходит, один из самых хайповых. А для того, чтобы расхайповать 25 том и битву с Сукуной и Годжу, в Японии печатают в газете лица Годжу и Сукуны. Там прям большим таким. Ну, газету, знаете же, формат у нее большой. Такие классные арты. Я ее видел в какой-то из групп. Здесь у нас вся информация о персонажах. Думаю, данный гайдбук вы видите не первый раз у меня на распаковке. Причем вся инфа прямо о персах практически. Рост, вес, может быть, не пишется. То есть тот же Тодзи. Почему-то я не увидел, где у меня тут рост. Странно, почему автор не стал писать. Может, потому что он сам забудет. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Не забывайте то, что у меня есть мой тиркан канал, где я делюсь новостями, а также мой магазин. Маги тебе принят всю Мангу из моих обзоров. До встречи. Так, поверьте, там кто-то раздевался. Сейчас в том томе вначале. Ну-ка. Нет, не здесь. Это было в журнале, по-любому журнале. Кто это такая? Кто эти люди? Кто эти люди? Кто эти люди? Продолжение следует...